Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу Территория права. В течение жизни человек делает приобретения, накопления, которые будут ему принадлежать, а впоследствии передаваться потомкам. Исследователи, ученые, творческие личности, владельцы узнаваемых торговых марок, посвятившие себя работе, оставляют после себя литературные произведения, фонограммы, изобретения, коммерческие достижения и другие продукты интеллектуального труда. Правоприемниками могут претендовать на имущество и результаты их деятельности по закону или на основании завещания. Говорим мы сегодня об интеллектуальной собственности и сегодня на мои и на ваши, разумеется, вопросы. Отвечает нотариус города Самара Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. 202-11-22. Телефоны студии работают. Звонки прямые, уважаемые телезрители. Дозванивайтесь, пожалуйста, к нам. Начинаем мы освещать эту тему. Ну и, конечно же, параллельно мы принимаем ваши вопросы по теме завещания, брачного договора, наследства. Конечно же, если у вас есть вопросы сегодня к нотариусу, дозванивайтесь к нам. Телефон увидите на экранах 202-11-22. Ирина Николаевна, ну давайте мы с вами поговорим, что же такое интеллектуальная собственность. И вот есть еще такое понятие интеллектуальное право. Одно ли это тоже, либо это совершенно разные понятия? Ну давайте начнем, наверное, с такого понятия, как право, интеллектуальное право. Здесь что можно сказать? В принципе, это такой термин юридический, который используется при, скажем так, преподавании, которые содержат в себе и принципы, и функции этого права. Но, естественно, это не одно и то же. То есть его нельзя ставить знак равенства между правом и собственностью, так как это, естественно, разные понятия. Если мы с вами говорим о праве, то можно сказать так, что это теория. Если говорим о собственности, то непосредственно уже мы говорим о том, что может наследоваться и прочее. То есть практика, проще говоря. Да, да. Значит, что можно отнести к интеллектуальной собственности? Что понимается, скажем так, под собственностью? Нам необходимо обратиться для этого к кодексу гражданскому, четвертая часть, статья 1225 у нас определяет, что же можно отнести и что понимается под интеллектуальной собственностью. Прежде всего, это результат интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которые требуют охраны какой-либо. Но если мы с вами говорим о результате интеллектуальной деятельности, то есть так называемый, скрощенный ритм называют все преподаватели, вот здесь необходимо говорить, что содержит в себе есть два элемента, материальный и нематериальный. То есть, чтобы было понятно, допустим, мы с вами возьмем лист бумаги, на котором написано стихотворение или какое-то другое произведение, да, рассматриваем, почему мы говорим две составляющих, материальный и нематериальный. Если мы говорим про лист бумаги, естественно, он никакой ценности у нас не представляет. Но если мы говорим о содержании то, что написано, скажем так, на этом листе, и в дальнейшем это произведение, которое можно наследовать, использовать и получать от этого, скажем так, какие-либо денежные средства, соответственно, мы говорим здесь уже и о второй составляющей материальной. Поэтому прежде всего мы говорим о том, что у нас собственность интеллектуальная, это прежде всего результат интеллектуальной деятельности. В настоящее время закон предусматривает у нас 16 видов таких объектов, которые наследуются, как вы правильно до этого сказали. Это песни, это кинофильмы, это фонограмма, это какие-то программы для ЭВМ, саллиционные достижения, то есть там целый перечень, который, в принципе, содержится в законе. И здесь можно говорить как раз о том, что у нас есть объекты, которые наследуются. То есть что наследуется? Если, опять же, мы с вами вернемся к теории наследственного права, у нас про наследство хорошо, не хорошо, а целая глава посвящена, третья глава кодекса гражданского. Но там не говорится конкретно вот о наследовании прав инсультальных, но там говорится о том, что же относится к наследованию. И говорится о том, что наследуются имущественные права и не наследуются неимущественные права. Поэтому, когда мы с вами говорим о собственности инсультальной, мы говорим о том, что наследуются у нас, как и имущественные права. То есть давайте сначала скажем, что у нас не наследуются. То есть у нас не наследуются. Это право авторства, право на имя, так как это личное неимущественное право. Это защита произведений, это неприкосновенность произведений. То есть это как раз личные неимущественные права, которые не наследуются. Что же наследуется в данной ситуации? В данной ситуации наследуется право автора, либо его наследников на что? На распространение, на использование, на сдачу в аренду объекта какого-либо, на представление где-то на выставках, на тиражирование, распространение, соответственно, получение денежных средств, доходов от этих действий. Если говорить, ну, есть, скажем так, в законе, что же наследуется из неимущественных материальных прав, которые действительно являются неимущественными, но тоже подлежат наследование. Это если говорить о право на обнародование. Допустим, какой-либо писатель, либо художник написали произведение, но не успели обнародовать, либо в силу каких-либо обстоятельств не хотели его обнародовать при жизни, естественно, тогда они могут поручить, завещать своим наследникам обнародовать это произведение, после их смерти. То есть получается, что это у нас право неимущественное, но здесь именно наследуется, что право на обнародование, но не более того. Поэтому если кратко об этом говорить, возможно, много, то вот скажем так. Я все-таки попрошу вас привести какие-то примеры интересные из, даже не то, что интересные, а практические, наверное, вот вы, как нотариусы, сталкиваетесь с наследованием интеллектуальной собственности. Вот, как правило, есть наследство, там, квартира, в ней какое-то имущество, может быть, редкие какие-то издания, картины. Вот это интеллектуальная собственность наследников, либо это просто какие-то ценные вещи? Если мы с вами говорим о картинах, ну, естественно, отличить каким образом отличается. Если эта картина представляет какую-либо ценность, там, допустим, давайте начнем с того, что художник, состоит ли он в союзе художников, да, он, скажем так, эту картину мог зарегистрировать, соответственно, право его подтверждается тем, что такая картина, допустим, там, зарегистрирована. То есть находится в его собственности. Находится в его собственности. Лидолибан выставлял ее где-то на выставке, то есть есть коллекции его с описанием, где есть эти картины. Соответственно, это будет наследоваться, это будет подтверждением того, что это является художественной ценностью и подлежит наследованию наследниками. Если, скажем так, какая-либо картина, которая неизвестного художника... Просто приобретена. Приобретена где-то, да. То, соответственно, нотариус не может определить, что это такое. Если у наследников есть какие-либо не сомнения, конечно, а факты о том, что это картина какого-либо известного художника, и они хотят получить связь о праве наследства, тогда это необходимо будет доказать. Если, скажем так, документов никаких подтверждающих у наследника нет, это же может быть договор купли-продажи, правильно? То есть чем подтверждается? Если они ее купили где-либо в магазине, либо у художника, то может быть договор купли-продажи, где будет описано, что было приобретено, но когда и все прочее, прочее. И таких документов нет, то, соответственно, придется обращаться в суд. Был пленум в 2012 году, посвященный наследству. Как раз там, говорится, какими способами подтверждается право какого-либо художника, любого издателя на произведение. Вот там, скажем так, берутся и документы подтверждающие, это могут быть и свидетели, там, в общем, все в совокупности подтверждает право. Поэтому, если говорить так, что в квартире вся эта картина, придется оформить наследство, естественно, наследство, однако, на эти картины не оформишь. Необходимо подтверждать документально принадлежность этих картин конкретно наследникам, любым наследодателям. То есть какую-то родственную цепочку выстраивать? По одной цепочке нотариус, к сожалению, не может. То есть документально подтверждать? Да, документально, да. Что может быть в данной ситуации для нотариуса основанием? Это может быть договор купли-продажи, там, либо договор дарения, если, скажем так, приобретался. Если это, как вы говорите, там, семейные родители, опять же, необходимо выяснять. Допустим, если мы говорим о книге, и книга эта была издана, да, она есть, она подтверждает то, что книга была издана, и он указан в качестве автора. Запрашиваются договоры с типографией, с издательством, то есть кто заключал договор, с кем был договор. Вот таким образом запрашивается российское авторское общество о том, что регистрировалось, допустим, это произведение, если мы, опять же, говорим о книге. Поэтому это может быть договор, это могут быть вот такие документы, подтверждающие. Это может быть решение суда, по которому мы видим, что это принадлежало небоследно-наследодателю. Поэтому в совокупности, скажем так, вот эти документы, они подтверждают какое-либо право наследодателя. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самара Ирина Николаевна Богатырева. Дозванивайтесь. Если есть вопросы по завещанию, по наследству, как я уже сказала, по брачному договору, может быть, по доверенности у вас возникают вопросы. Все нотариальные вопросы мы разбираем в этой программе. 202.11.22. Ирина Николаевна, в продолжении разговора скажите, а вот как оценить вообще интеллектуально это собственность или нет, и кто ее оценивает? Ну, опять же, как оценить? Если мы с вами говорим с точки зрения материальной, кто оценивает, для этого у нас есть оценщики, которые как бы состоят в обществе, в сообществе оценщиков. У них для этого есть, скажем так, различные книги, каким образом оценивается, скажем так, но в любом случае, вот очень много споров было по этому поводу вообще, как оценить вообще, допустим, ту же картину, да, там, ту же книгу, но налоговый кодекс нам как бы не дает никакого выбора, то, что касается оценки для наследства, там однозначно сказано, то, что не попадает, если это недвижимое имущество, там транспорт, и все прочее, прочее, то оценивается это оценщиками, которые имеют право оценивать такие произведения. Поэтому оценивают профессиональные оценщики. Хорошо, но а какие интеллектуальные права, да, передаются по наследству? Вот что можно передать в этой части по наследству? А я же вам сказала, что здесь исключительно только имущественные права, то есть это можно передать по наследству. Естественно, право на имя, на авторство на нее переходит, но, допустим, если художник написал какую-либо картину, передал ее по наследству, наследники что имеют право? Они имеют право демонстрировать эту картину, тиражировать ее. Естественно, они получают доходы, то есть они унаследовали право на использование этого произведения, вот, и, соответственно, получают доход от использования этого произведения. То есть наследуется как таковой, как я уже говорила, наследуется что? Результат институальной деятельности. Вот это наследуется. Хорошо. Вот давайте поговорим все-таки, каков алгоритм при вступлении в наследство интеллектуальной собственности. Вот есть объект, к примеру, что нужно сделать? Такое же, как, скажем так, на любое другое имущество. Необходимо обратиться в нотариальную контору, где дело заведено ранее, либо необходимо завести, представить документы, подтверждающие право на какое-либо произведение, либо какую-то программу, то есть что есть у наследодателя, что было у наследодателя. И дальше уже непосредственно, зависит от того, какое, скажем так, произведение представили нотариусы, книга, значит, либо это фонограмма, либо это музыкальная запись. Дальше нотариус как бы уже решает, проверяет документы, принадлежность, скажем так, этого имущества. Если можно подтвердить принадлежность этого, скажем так, имущества, соответственно, имущественного права, тогда, соответственно, нотариус оформляет наследство. Если подтвердить наследник не имеет возможности по каким-либо причинам, приходится обращаться в суд. Ну и наследство также возникает уже в связи со смертью наследодателя. А при жизни владелец, скажем так, своего произведения, автор произведения, он же может продать свое произведение, правильно? Может подарить кому-либо свое произведение. Соответственно, уже после его смерти наследственное произведение уже не открывается. То есть право, так оно и сохраняется, право авторства. У наследников есть только что право на хранение, скажем так, имени своего автора. А то, что было произведено отчуждение при жизни автора, естественно, тому же наследству не подлежит. Ирина Николаевна, ну вот верно ли я понимаю, что не нужно путать вот такие понятия, как интеллектуальная собственность и право? И, к примеру, сейчас очень многие собирают коллекции картин известных мастеров, а также произведения искусства, книги и так далее. Это уже личное, правильно? Конечно, это немножко другое совсем. То есть, когда мы с вами говорим о наследовании прав, институтальных, мы говорим о том, что было создано автором какого-либо произведения, оно подлежит наследованию. А то, что вы говорите, это коллекция. Это, может быть, ее собирали годами, это немножко другое совсем. В эту коллекцию могут уходить произведения различных авторов, правильно? То есть, оценивается уже по-другому. Опять же, если наследуется коллекция, это не наследуются не авторские права, это уже непосредственно те произведения, которые в эту коллекцию входят. И опять же, нужно будет еще доказать, принадлежность этой коллекции этому наследодателю. Но это, соответственно, не наследование прав институтальных, это немножко другое. То есть, если человек купил, грубо говоря, картину на аукционе, она ему понравилась, она у него есть, коллекции, книги, может быть, там ювелирные изделия, которые передаются из поколения в поколение, что на это на все нужно иметь подтверждающую документацию? Ну, если он купил его на аукционе, у него есть документ подтверждающий, что он приобрел, конечно. То есть, и это уже потом включается в основную массу наследствий? Да, но только не надо путать вот наследование картины, приобретенной на аукционе, с наследованием прав институтальных, это немножко другое. Да нет, мы это все разобрали, это все понятно, я просто расставляю акценты. Спасибо. Я думаю, что мы на эту тему завершаем разговор. Если вопросы будут, то более подробно можно будет остановиться, конечно. Спасибо. Напоминаю, 202.11.22, мы работаем в прямом эфире, это программа «Территория права» Ирина Николаевна Богатырева, нотариус города Самара, отвечает на ваши вопросы, также периодически появляются на ваших экранах телефоны сайта Нотариальной палаты Самарской области, где также консультанты в рабочее время ответят на интересующие вас нотариальные вопросы. Ну, а вы можете к нам дозваниваться по телефону, который вы видите сейчас на экранах, уважаемые телезрители. Я хочу сейчас перейти к не менее также важной теме, это поговорить о деятельности нотариальной непосредственно. Вот, Ирина Николаевна, казалось бы, такой простой, но вот вопрос ежедневно, встречающийся в обиходе, вот когда гражданам нужен нотариус, в каких жизненных ситуациях он просто необходим? Ну, наверное, ответить вот так вот одним предложением на это просто невозможно, так как у нас многие сферы жизни сейчас, в общем-то, связаны с нотариальными документами, вот, но и у нас чаще всего связан нотариус, как нотариус это наследство, это завещание. Конечно, на самом деле это не так, когда нотариус вовлечен и, скажем так, в деятельность юридических лиц и граждан, и это не только наследство, соответственно, здесь и какие-либо договоры, то есть сделки, это и семейное правоотношение, вот, то есть, как я говорю, юридические лица, то есть, там, в общем-то, много вопросов, которыми нотариус владеет, поэтому обращаться здесь можно в любом случае, если вопрос связан не только с наследованием, а с приобретением какого-либо имущества, с семейным вопросом по алиментам, по собственности, по семейной, там, совместной собственности, либо составить брачный договор, разделить имущество между супругами, также обращаться в нотариальную контору. Какие-либо полномочия передать, доверить, сделать какие-либо действия, также можно обращаться в нотариальную контору. Ну и помимо этого сейчас появились еще и новые, скажем так, возможности нотариата, электронные действия. Ирина Николаевна, а вот так же бытует мнение среди населения, что определенный нотариус специализируется по какому-то определенному праву. Развитие либо подтвердить эти мифы, ну, к примеру, вот этот нотариус, там, такого-то района специализируется именно по наследству. Этот нотариус специализируется именно по брачному договору. Нет, я развею ваш миф. Да, нотариус у нас Российская Федерация занимается всеми вопросами, и такой специализации в России нет. Естественно, мы, каждый из нас, можем, скажем так, предпочтение там, какие-либо действия совершать, которые более как бы нравятся нотариусу, но это не говорит о том, что я сегодня буду делать только брачные договоры, и вас не приму там с завещанием. Нет. Вот в чем специфика вообще нотариальной деятельности? И когда приходят на работу нотариальную контору юристы, юристы каких-либо организаций, они очень удивляются. Просто вот когда человек сидит в коридоре, ждет очередь к нотариусу, он не представляет, что сделается в кабинете нотариуса или помощников. Вот представьте себе, сейчас зашли граждане и обратились с вопросом оформить доверенность, да? Ну, там доверенность на введение дел в суде. Казалось бы, легкое действие, но здесь необходимо, опять же, выяснить доверенность на какие действия в суде, что в суде происходит. Либо это арбитражный процесс, либо это банкротство, либо это административный процесс, так как везде полномочия, они отличаются друг от друга. После этого заходит другой гражданин. У него вопрос уже, вопрос брачного договора. Нотариус должен знать уже, ответить на вопрос по брачному договору. Заходит следующее оформление там наследственного договора, либо завещания. После этого обращается юридическое лицо. У него другой вопрос. То есть, понимаете, вот такой разброс совершенно тем, которые не связаны, то есть тут только по наследству, либо только юридические лица. И приходится нотариусу, его помощнику, естественно, с одной темой проблемы сразу переходить на другую. То есть, в принципе, простых тем как таковых их нет. Потому что даже в самом, скажем, казалось бы, нотариальном действии, как свидетельствование верности копия, это тоже, как нам приходят, говорят, да нам бумажку заверьте, пожалуйста. Вот здесь печать шлепнется нам, печать. Извините за такую как бы лексику. На самом деле, это тоже непросто поставить печать на документе. Потому что документ необходимо проверить, исследовать. Как у нас иногда бывает, и печати не те стоят на документах, и еще что-нибудь. Поэтому нотариусу приходится документ посмотреть, если много листов его пролистать, сверить текст с подлинником, затем, скажем так, внести сведения об этом документе в реестр, в электронную и в бумажную, только потом документ будет готов. То есть просто шлепнуть печать не получится. Не получится. И в любом случае необходимо действие произвести. Я думаю, что наверняка с каждому просящему, да, и жаждущему необходима предварительная такая продолжительная беседа, потому что же вы ведь наверняка выясняете какие-то ненависти. Естественно. Ну, а на каждый вопрос требуется различное время. И потом, тоже бывают разные консультации, разные вопросы. Кому достаточно два слова сказать, как человек уже меня понял, и уходит. А кому-то действительно там требуется консультация. Тем более, что, допустим, если мы с вами даже говорим о том же завещании, да, допустим, да, можно сделать завещание, ничего лишнего, не спрашивая слов никаких, хотя мы обязаны разъяснить, нотариус разъясняет про обязательную долю и все прочее. Потому что если не разъяснить это, во-первых, это будет нарушение, скажем так, законодательство под нотариусу разъясняет, но, опять же, вот гражданин, допустим, оставляет завещание таким-то образом. Ну, нотариусы интересуются, почему вы хотите так? А что будет, если вы составите вот так? И у гражданин появляется вопрос, а если я составлю вот так, какие будут последствия? А если я укажу вот это, вот какие будут последствия? Поэтому любая консультация, она может из двух минут превратиться в 15 минут и полчаса. Поэтому здесь очень трудно подгадать по времени, сколько же потребует человеку на консультацию времени. Когда граждане приходят к юристу, к нотариусу, они говорят, это я имею на это право. Ну, согласитесь, частенько, да, вы слышите это в ответ. Это мое право, это мое личное дело, я имею на это право. Скажите, а какими правами обладает нотариус? Ну, нотариус, давайте, так скажем так, есть же права, скажем так, общие функциональные права, то есть, которые профессиональные права, но есть, как у обычного гражданина. Как обычный гражданин, это право на обыск, право на здравоохранение и прочее, прочее, право на пенсию. А если мы с вами говорим о правах, которые профессиональные права, то, соответственно, связана с его деятельностью профессиональной. То есть нотариус имеет право делать запросы, получать различную информацию, необходимую для совершения каких-либо действий. То есть имеет право запрашивать регистр, получать сведения. Имеет право вызывать граждан для получения каких-либо сведений, касающих наследства. То есть все права, связанные с выполнением нотариальных действий. Ему имеют право приостановить действие, либо отказать. То есть если там приостановить, в каком случае? Если необходимо запросить дополнительные какие-либо сведения для того, чтобы совершить нотариальные действия, какие факты установить нужно. Может отказать, если, скажем так, документы представлены не полностью, но нотариус, естественно, отказывает в совершении нотариального действия. Но это является как правом, так и обязанностью нотариуса, так как если не хватает документов, подтверждающих каких-либо фактов, соответственно, нотариус отказывает в совершении нотариального действия. — Ирина Николаевна, вы объясняете, почему вы отказываете в совершении того или иного действия? — Обязательно, обязательно. То есть сказать просто так, я вам делать не хочу, нотариус, естественно, не имеет права. То есть в любом случае нужно обоснование. То есть, во-первых, если нотариус отказывает, то для этого есть причина. То есть, опять же, либо это действие не соответствует требованиям законодательства. То есть, наверное, начать с того, какие действия нотариус совершает. То есть нотариус совершает материальные действия, которые предусмотрены основами о нотариате и иными актами законодательными. То есть то, что есть в законе, не более того. То есть те действия, которые не противоречат законодательству. Если обращается человек с таким действием, которое законом не предусмотрено, естественно, нотариус отказывает. Если обращается до совершения материального действия и не предоставляет никаких документов, нотариус тоже, соответственно, отказывает, если это сделка, мы с вами говорим. Поэтому, естественно, в любом случае... Ну, конечно, противозаконные какие-то действия. Да, здесь это априори, поэтому... Да, да, да. Тайна нотариальных действий, тоже есть такое понятие. Скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, как оно применяется на практике и кому оно применяется больше всего? К нотариусу, либо к человеку, который приходит? Нет, оно применяется в общем, и к нотариусу, и к человеку. Но у нас есть, скажем так, статья 5 основ о нотариате, где конкретно указано, в каких случаях нотариус может информацию предоставить и кому. То есть, соответственно, с этой статьей... Это не тайная информация, расскажите. Нет, это не тайная информация. Нотариус предоставляет сведения по запросам суда, прокуратуры, полиции в случае, если, допустим, возбуждены уголовные дела, информацию предоставляет приставам по, скажем так, их деятельности, когда они разыскивают там должников. То есть, вот то, что указано, непосредственность в статье 5. Там же, допустим, также указано, допустим, сведения о завещаниях нотариус может предоставить только после открытия наследства. То есть, вот в чем тайна, допустим, в данной ситуации? Сведения о завещании может получить наследник только после того, как откроется наследство. Соответственно, эта тайна, она соблюдает, соблюдают ее не только нотариус, но и работники нотариальной конторы, которые подписывают обязательства у нее разглашения тайны. Если при составлении, допустим, завещания присутствует свидетель, рукоприкладчик, он тоже предупреждается о сохранении тайны в дальнейшем. Поэтому эта статья работает полностью по отношению как к сотрудникам, как к нотариусу, так и к лицам, которые обратились в нотариальную контору. То есть, если гражданин, я прошу прощения, допустим, удостоверил не только завещание, допустим, тот же договор, то это не значит, что нотариус выйдет на площади и будет говорить, что у меня сегодня был Иванов, он сделал там два договора. Нет. Информацию может получить только продавец, либо покупатель, то есть участники договора, либо только те лица, по запросу которых мы имеем право давать информацию, я сказала, которую содержат на статье 5 основ. Ирина Николаевна, ну а человек, который приходит составлять завещание, разумеется, он о его составе знает, он какой-то, не знаю, обязанностью, на него какая-то обязанность накладывается, не распространяется, либо это его личное дело? Нет, это его же личное дело. Нотариус завещание изготавливает, завещание два экземпляра, один экземпляр остается в нотариальной конторе, он хранится в архиве, второй экземпляр отдается завещать наследодателю будущему. Естественно, он может своим завещанием дальше делать все, что он может его спрятать, может отдать его наследникам, он может сделать с него копию, раздать там пяти наследникам, если их несколько человек, это уже его право. Это он сам распоряжается, что это право хранить его тайну, либо не хранить, он сам решает здесь. А почему тогда нотариус такой тайный скован? Ну как же нотариус может отказать о том, что совершил человек при его жизни? А если он передумает, он изменит его? То есть, представляете, вот вы ушли из нотариальной конторы, а вас рассказали о том, что вы сделали завещание на того-то, того-то, на Иванова, Петрова, а Сидоров обиделся в отношении вас, почему вы сделали завещание на него? Ну, предельно ясно. Хорошо. Ответственность нотариуса, вот все-таки важный для вас этот аспект? Очень даже важный, так как ответственность нотариуса очень большая, тем более про это мы говорим уже неоднократно, и все про это слышали, что ответственность несет нотариус своим личным имуществом, отвечает, и поэтому, естественно, совершение какое-либо действие, которое повлечет вред для граждан, для юрлицы, это очень серьезные последствия для нотариуса. Ирина Николаевна, поэтому нотариусы все застрахованы, естественно, деятельность их застрахована, нотариусы страхуют лично, их страхуют палаты, их страхуют федеральные интериальные палаты, чтобы, конечно, ничего не было. Да. Ну, все-таки, кто и как определяет плату за работу нотариуса? И если мы все-таки говорим о тарифах, каким образом они фиксируются и изменяются ли они вот с периодичностью, из года в год? Вы знаете, они длительное время не менялись, скажем так, было какое-то такое затишье, несправедливое, наверное, надо сказать так. В настоящее время они не меняются, но не настолько, скажем так, там большие критерии их изменений. Как складывается тариф? Значит, есть обязательные нотариальные действия, есть необязательные нотариальные действия. Если мы говорим о действиях обязательных нотариальных, то здесь у нас есть налоговый кодекс. Если говорим о необязательных действиях, то здесь применяется уже статья основ Но, опять же, любая пошла, независимо от того, какое это действие обязательно или нет, она складывается из двух частей. То есть, если мы с вами говорим о действии нотариальном обязательном, то у нас с вами первая часть будет по налоговому кодексу, а вторая часть по 23 статье основ о нотариате. Вот меняется 23 статья основ о нотариате. Она меняется ежегодно. Но, опять же, это не значит, что она меняется в каждой области. Здесь в соответствии с основами ежегодно федеральная нотариальная палата, то есть там существует целый критерий, каким образом она исчисляется, этот критерий рассылает нотариальные палаты. Опять же, в каждой области вот эта вот 23 статьи, она отличается. Там, допустим, какое-то действие у нас стоит 4300, рядом в области это может стоить 5000 рублей. То есть, это зависит от того, какая область, сколько там граждан, какие идеи, какое экономическое состояние области. Вот. Поэтому вторая часть, вот, она в пошлине может меняться. То есть, это нам ежегодно спускает требования федеральная нотариальная палата, где указывается критерий. То есть, указывается минимальная и максимальная сумма, в пределах которой эта сумма как бы может быть взыскана. Вопрос от телезрителей вам задам. Вопрос, касающийся завещания. В 2014 году составил завещание на принадлежащее мне недвижимое имущество. Затем некоторое время не был собственником этой недвижимости, а в 2017 году снова стал собственником этого недвижимого имущества. Вопрос. Нужно ли составлять заново завещание, если в завещании указан только адрес недвижимости? Если объект не изменился, не изменился адрес, то составлять новое завещание не требуется. Ведь, когда составляется завещание, мы уже говорили об этом тоже неоднократно, нотариус не проверяет принадлежность имущества, которое принадлежит наследодателю и не обязан этого делать. Мы порой просим принести документы. Но для чего? Для того, чтобы правильно указать название объекта и адрес. Поэтому, если не изменился объект, не изменился адрес, соответственно, новое завещание вставлять не требуется. Действительно, то, которое написано. Ирина Николаевна, и вот коротко, пожалуйста, ответьте. Оказывается ли услуга по удостоверению соответствия электронного документа бумажному? Да, такое нотариальное действие совершается. Оно сейчас очень востребовано. Мы уже тоже говорили, такие примеры приводили. То есть, допустим, сделали доверенность в Самаре, необходимо им передать документ в Тюмень. Сегодня нотариус совершает нотариальное действие по удостоверению доверенности здесь, переводит в электронный вид и передает в Тюмень. Там, соответственно, переводят его в бумажный вид. Очень востребовано нотариальное действие в настоящее время. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Спасибо большое, Ирина Николаевна, за беседу. Ирина Николаевна Богатырева сегодня была в гостях. Нотариус города Самара. Следите за нашими анонсами. Ну и, конечно, звоните, присылайте вопросы на электронную почту, ВКонтакте, в социальных сетях. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok